Каждая куриная тушка здесь, как модель, за идеальными формами следит интеллектуальная система контроля качества. Всех цыплят-бройлеров с помощью голландского прибора фотографируют и сканируют прямо на конвейере. Вся информация с изображением поступает на компьютер к оператору. Умные технологии с точностью до нескольких сантиметров могут найти место перелома крыла. Если, например, крыло сломано, то оно не вписывается в стандартные геометрические размеры, и оно, значит, ее отбраковывает. Василковское предприятие по убою и переработке птицы, одно из крупнейших на юге России, занимает почти 25% рынка в федеральном округе. Здесь научились пускать в дело почти все части курицы. В продажу идет даже кожа и кровь, которые потом используют для производства корма для животных. Василковская фабрика, входящая в ведущий сельскохозяйственный холдинг Кубани «Агрокомплекс», одной из первых начала наращивать производственные мощности после введения эмбарго. После запрета ввоза ряда импортных продуктов, объемы производства только одних полуфабрикатов выросли с 3 до 10 тонн в день. Сети начинают больше, да, заказом или по заказам, заказы увеличились. В дальнейшем завод позволяет еще произвести увеличение своей мощности. Внимание на кубанскую продукцию, по словам директора, обратили не только крупные торговые точки, но и западные бренды ресторанов быстрого питания. Качество продуктов отметил и Дмитрий Медведев, который вместе с губернатором Кра Александром Ткачевым сегодня осмотрел производственные цеха. В день здесь получают больше 200 тонн готовой продукции. Но даже такие объемы – это не все, на что сейчас способны. Если загрузить линии на полную, на выходе могут получать больше 300 тонн. Очень удобно для хозяина. Микроволновку и пошло. Это очень растущий сегмент рынка. Да, уже все подготовлено. Ашник. Аппетитный. Стофочный. Ну, реально, хороший, напортный. Премьер-министр заметил, что крупным предприятиям необходимо стремиться к полному циклу производства. Например, в агрокомплексе. Выращивают собственную скотину, из которой потом и делают всю продукцию. Подобные предприятия, ассортимент которых варьируется от молочки до фруктов, в нынешних условиях помогут обеспечить продовольственную безопасность не только региона, но и страны. Санкции дают нам возможность увеличить в два, в три раза объемы производства. И, конечно, что касается Кубани, мы ставим задачу производить больше и делаем на это акценты. И просим федеральное правительство нас поддержать, нас слышать. И я уверен, такая государственная программа будет. Это, прежде всего, развитие плодовощенной продукции. Здесь, на Кубани, используя огромные возможности климата, солнца, мы должны выращивать огромное количество яблок, груш, черешни, сливы, помидоры, огурцы. То есть витамины. То, что сегодня в холодной большой России, чего не хватает. Импортозамещение здесь, конечно, это наш приоритет. И я уверен, что если точная поддержка будет именно этих видов продукции, этих технологий, мы сможем накормить нашу страну, безусловно, овощами, фруктами, кубанскими, экологически чистыми, вкусными и востребованными. Я об этом не сомневаюсь. Только собственное сырье использует и мясокомбинат. Предприятие мощное, одно из крупнейших в регионе. Новейшее австрийское оборудование позволяет производить 75 тонн свинины и больше 40 тонн говядины. Премьеру показывает ассортимент готовой продукции. Больше 175 наименований. От деликатесов до полуфабрикатов исключительно из натурального сырья. В фирменной вакуумной упаковке в сутки комбинат производит 55 тонн готовой продукции. Ребрышки, карбонат, искалок свиной. Красиво. Надо, чтобы наши рестораны научились наше мясо брать, а то они привыкли все иностранное мясо получать. На самом деле, мясных пород мясо вполне подходящее, хорошего качества. География поставок не только край, но и соседние. Ставрополь и Ростовская область. Недавно агрокомплекс открыл магазин в Москве. Реализует продукцию как через собственные точки. Их уже 400, так и через крупные торговые сети, такие как Ашан, Метро, Магнит. Дмитрий Медведев вместе с Александром Ткачевым зашли в один из местных магазинов. В первую очередь премьер поинтересовался ценами на мясо птицы. По его словам, в целом по стране на эту продукцию отмечен рост почти на полтора процента. Но в этом магазине главу правительства заверили, что цены на птицу за последнее время не менялись. Как магазин вам? Нормально. Нас радует постоянный покупатель здесь. Цены как? Нормально. Устраивает нас? Более-менее устраивает. Вы сами местные? Да. Ну ладно, хорошо. Как город вам? Прекрасно. Город у вас хороший. По словам премьера, в каждом субъекте должны следить за стоимостью продуктов. Необоснованных повышений быть не может. По поручению губернатора края на Кубани уже больше месяца за ценами на прилавках следят специальные группы. Ни продавцы, ни производители не должны из-за отсутствия на полках западных товаров набивать себе карманы. Александр Иванченко, Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Василковский район.